Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Сидмейрс Цивилизейшн 5. Партия на восьмерых и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай против Биохазарда, который играет за Данию, Сириуса, который играет за Кельтов, Власа-222, который играет за Ирокезов, Вайпера Димы, который играет за Россию, Торилиса, который играет за Инков, и Винкс оф Либерти, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилась длинной, да и вообще, в принципе, невозможно выложить все сразу. Так что, если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте, и, может быть, вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть в верхнем правом углу, такая круглая белая кнопка с буквочкой А, и жмите на нее, и, собственно, перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников, что бы они ни делали, приветствуется только критика, вежливая, вида «Зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано», или «Я бы на твоем месте вместо Альгамбры Ноттердам построил». В общем, общайтесь вежливо, и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Я надеюсь только на то, что нас будет двое. Если мы разделимся, и он нас по одному будет носить, то все это будет полная жопа. То есть я надеюсь очень сильно на их хиоп, а он, наверное, надеется на меня. Все. Да ладно. Неужто отбился? Хотя он еще может в следующий раз сюда попробовать осенинку взять. Да ладно. Очень утомительный товарищ. Ну зато он тут мне расчистил лес. Эфиоп, у него уже окс отстроится. Он, наверное, будет... Он реально сейчас буквально там пару ходов, наверное, ему осталось, потому что прожжется, видимо. Слышишь? Да. Я био ставлю на то, что эфиоп думает, что русский будет отбиваться от кельта, а русский думает, что эфиоп будет отбиваться от кельта. Да и оба ничего не делают. Правда, я не вижу, какая там территория, конечно. Кому там удобнее идти. Ну так визуально ближе русский находится, вообще-то, я не знаю. А как у вас там холмы вообще, равнины? Что там у вас? Джулуга. Добрый, я уже писал вчера. До эфиопа у меня джунглы. Эфиопа особо не грозит, он может отсиживаться, в принципе. Правда, надолго ли его хватит, этого. Там к самолету им все равно заберут. Да, он будет, если на русском нападут, нам прикрепить его в... Зачем Милан перекупил, а? Чтобы кельта не достался. Ай-яй, не страшно. Там это. Как сделать это? Че-то это... Давно пора. Милан шалит. Правда, у него нифига нет. Так, ну вот кельта по счастью просила, 48%. Правда, теперь мне тоже надо счастье. Новая проблемка нарисовалась. Ну? Санкции все дела. Санкции все дела. Видите, я не добиваю. Он уже точно этим арбалетом стрелял. Да, слушай, Рокес, я думал, ты возьмешь город. Что-то ты... Не так... Сделал. И прикинь, вот, если бы ты всей этой армии, которой ты ко мне пришел, если бы ты защищался. Я бы уже точно твои города не взял. Так, а смысл-то уже защищаться, если... Я так отстал. А смысл сининку брать тогда? Повеселее. Ну, эти, блин, джунгли и леса... Вот, ребята, я вам говорю, не нападайте на ирокеза, если у него джунгли и леса. Все, началось. Да, пока норм. Никто больше не меняется счастьем с Сириусом, а то он где-то счастье сейчас нашел внезапно. Я меняюсь, но когда-то давно менялся. Сейчас я гляну, когда закончится. Закончится через три хода у меня с ним. Странно, для чего Оксарт, если не открыт, еще не... Ну, он просто... Он просто отстраивает, потом на последнем ходу закончит, видимо. Или сожжется. Так, кстати. А денег много у него, да? Да нет, вообще нет. Ну, так че ему сжигаться? Если, конечно, у него еще нет великого торговца еще припасено. Откуда-нибудь. Попать войска тоже, что ли? Настроил кучу горстал. Попать войска. Попать войска. Попать войска. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Следующим ходом просто прыгну сюда, разграблю крепость и тогда уже вперед пойду Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну пускай атакуют копьем, мне надо юниты подводить Так Так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В ЗАГО в конгрессе голосовать? В смысле за себя? Субтитры сделал DimaTorzok А это не мировой лидер был? Короче, я за себя проголосовал Извините, я думал ты мировой лидер Я тоже р19-5 спасибо спасибо она только кельт кстати может у него больше всех голосов так рыцарь ну хватит нам пока армии что у нас тут рыбка еще не скоро а что вообще что за религия у инка что она но это у меня нету пагода я покупаю плюс 20 специалиста неплохо но все равно что-то особенное строить в конюшня тут будет очень в тему так так и караванчик 100 золотых ой не там порядок убил таки и и и Продолжение следует... Так, как это мне тут лучше подводить-то? Так, как это... Продолжение следует... Продолжение следует... Ирокес тут наши... Наши три ремы встретились около кельта Я уж по неё забыл Давай не будем воевать на море Пускай у нас моряки дружат Как тебе такой план? Нет, я понял Жаль Я уже... Я уже... Я уже... он того стреливает будет рыцарем что блин ну ну почему у него раньше все ходит но блин добежит добежит отлично так что это уже не понял как полшин говорит если сможет меня продавить то только пальцем в лоб только артон по он сказал я думаю что если просто может уже пора тебе что-то тоже прийти в типы как на него пока у тебя первая армия нет тоже что но данная я думаю пока он строит пока он строит арту может быть там попытаться пока его попытаться немножко подавить давай а давай все я больше не торгую с кельтом то есть у него должно сейчас быть меньше счастья я думаю что у него в тот раз дофига счастья было просто ну с идеологии он не взял идеологию он класс у казаки русские кстати русские я могу тебе дарить своих чекану и ты будешь апать ох 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 да дари только у меня денег нет столько ну я думаю там другие скинутся я подкину да прикинь какая будет няша но суп супер вот с точки зрения клика я сейчас вот меня секунды 3 прошло пока мой юнит попытался отбежать и уже был убит поэтому то есть вообще жуть все-таки лаги есть определенные личные даже пока не работает видите плюс 9 ступал и ракет да или работает по моему еще нет уже плюс 16 у меня и так было все тогда спасибо за игру до вас ну честно ты очень хорошо оборонялся откровенно говоря я даже не думаю что мне это теперь поможет дальнейшей игре после планировал все намного быстрее сделать спасибо за игру спасибо за хорошую оборону теперь как бы мне со всем этим взлететь знаете какой анекдоте про самолет да но дело в том что я еще очень сильно эти леса понадеялся и не шоу в армию начали совсем не как а про мечников даже не подумал да ну я как тоже не подумал честно говоря что ты можешь пойти в мечников и а вот у меня были тогда большие проблемы потому что у тебя куча дорог считаю все твои леса и джунгли это дороги ты бы длинномечниками просто бы моих чекану кромсал блин вообще которые были об ну мечники япнутые из твоих этих вот магов ков там было бы очень очень страшно другая что у меня денег не было на те кто издал бы я уверен да в принципе даже без мечников мог обороняться еще лучше я ему ни капли помогал ладно пока спасибо за игру пока ух ты как выпал на первые места датчанин ну золотой век денег я подкинул пару берсерков и серблюдов ну да ты так вот знаешь там даже я не знаю теперь вот сейчас блин боевать с артой чтобы чтобы ты выигрывал да давай замерить айфиа пока цвольт куда пойдет арта потом кельтская не знаю господи кельт еще фабрики построить у меня уже фабрики почти везде есть просто вот именно и вы с ним вдвоем будет с фабриками такие все охренительные я я так и знали так и знал что эфиоп с русским соскочит по-любому так что просто подумал рекомендует помогай как-нибудь деньгами я говорю помогу ну вообще я вижу что идет как бы датская армия чиновения мне нужны денежки чуть-чуть и счастье денежками чуть позже когда я буду то есть не то чем датская армия но если вы себя оставлю все-таки похоже на я только не пойму где-то здесь дороги у лёша как здесь проще идти что не повешу не видишь где дороги они кстати не прорисовываются если ты видел территорию раньше обработанные клетки не видно они не обновляются же когда территория не засвечена постоянно я отменил мир я с ним мириться не собираюсь просто я не хочу тут быть козлом отпущения блин как ты не вовремя это сделал блин он его кикнул и у него юниты походили ровно тогда когда я на ну кощем какой бред я панк ромат кстати был бы неплох но его кто-то построил видимо ну что вот я и буду играть раз два три четыре пять шесть восемь городов раз два три четыре пять 6 7 8 на этот я сожгу попробуем теперь догнать всех остальных воевать я не собираюсь попробуем какое-то развитие тут устроить вот змеи искусителя ну построили даже и искушение ты либо когда видишь 5 арты ну построить домики давай не будем мириться вам не да если будете мириться сразу одновременно тогда на рука думаете даже то я не советую конечно но мало без ту растопа не замерюсь и а второго вынесли потом к трену к этому и пришли так тем надо выбрать какие-то города которые отращивать наверное надо это делать с шанхаем ананданга и пекином то есть надо морской караван из сиана будет в анандагу отправить рад вам напомнить что это видео вышло при поддержке 2gis это справочник и детальная карта городов не обязательно отправляться в дальние места за новыми открытиями их можно совершать и в своем городе отправляйтесь в музей рассматривайте интересные экспонаты и узнавайте интересные факты информация о музеях и часах их работы есть в 2gis так я именно благодаря 2gis узнал как работает московский кремль в свою последнюю поездку 2gis если быть точным он без шахтов давить с я уже на третьем месте по полке я к этим нельзя говорил иракезу я кроме регион я боюсь вот эта война меня под подкосила все таки москве сейчас все и вынесет надо было много раньше выносить иракезу но из-за того что вот такая местность неожиданно это просто я больше никогда не буду сыракезом такой местности тоже надо узнать и почувствовать поэтому что никто по помочь хочет китайскому амблин русской премии предложение ты не могу никому начался вот и 3 и фабрик нет еще акте 400 или 500 где-то должно будет с фабриками золотым веком на 500 я хочу загнул на 400 вполне я даже еще если поставлю город не достигну био куда делся свои деньги точно и грешки над поддерживать части так не хватает обслуживаю лишь я не могу потому что мне нужны деньги там до низкого собрать себя она сильно парами отстаешь так вот я хотел сказать что у кельта раз два три четыре пять шесть семь восемь городов так вот когда у тебя хотя бы города три возьмут тогда я могу начать беспокоиться пока извини с 8 городами вопич у тебя там распиливают рано рано уголь у меня уже сразу есть досы с гуд где у меня производство повыше понятно здесь значит и здесь да так куда мы отправим не знаю куда кто скорее всего посадил у себя шпион контр шпиона точнее не знаю что это страна для гонзисты Да. она посажу к русскому как самому близко но у фиопа у меня уже сидит кельт я почему-то уверен что он агнатика на защиту от выстрелов прокачаем так бумажная мастерская завершена так тут все впрылить ты нападаешь своей стороны нет пока говорит четче нифрена непонятно красные форты строят бабе-бабе-бабе-бабе-бабе повторяю на бамбе-бабе Так, ну можно больше не подводить, я думаю, юниты Этот город уже возьмется тем, что есть Если можно еще одного рыцаря на всякий случай Так Так, я думаю, пора начинать торговать уже и с кельтом Мне, конечно, не знаю, верлютый сейчас как-то Кто-то где-то могут сделать Нифига себе армию русского Все так Ты мириться хотел Так, значит, этот мы отправляем в Шанхай На еду, на еду, я сейчас увеличу настроение А вот этот мы отправим из Сиана в Анандангу Вся они у меня есть, амбар Руки уже вверх к нападению Бил, 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 бил Писаю, да, не замечаю Так, что мне надо? Какао И все Какао Меха, крабы Очень много меха Но, по-моему, у кельта ничего нету Подумаю, только какао Ну, давайте вот так сделаем Не, подождите Мне надо все-таки больше счастья, чем Меха Какая Какая Там К fu Бака Так Ну, В хочешь мне русскому войну объема тёпан здесь курсе то что ты не можешь лечить лечиться за счет железа моего то что ты разградил и лечить ты не можешь ну да да еще генерал все ирокеза больше нет так сколько хочу нам давать два хода да Блин, тут, оказывается, 3М и Ракеза меня колупала потихоньку. Генерал, ну давайте к русскому. Потому что если мы тут будем воевать наземными юнитами, то явно не с датчанином. Так, вообще у меня куча денег. Надо бы, ну, на одну фабрику, наверное, можно будет потратить. Вот, например, на шанхайскую, наверное. Так, ну, скоро счастье восстановится, так что в Пекин. На еду да в Пекин. Ох, это какая армия пришла. Ну что, вы хоть один город у кельта возьмете, нет? Да сейчас у нас тут все арабы идет. А ты это говоришь уже, сколько ходов? Так, 5 ходов. Блин, архитектура 7. Плохо. Долго. Я имею в виду. Открывается у меня тихи. Так, рационализм. Приму секуляризм. Я возьму, видимо, порядок. А кто там что взял вообще в принципе? Свобода. Порядок. Кельт ничего не взял. И Филп тоже ничего не взял. Ясно. Повремя прибежал. Ну, тут без разницы, что... Не забывать продавать здание. Кафедрал, к сожалению, не продастся. Ну, дали. 15 золота за нахождение малаки тоже хлеб так давайте еще раз микроменеджментом займемся надо обрабатывать эти фигня клетками обрабатывается смешно смешно начали 8 я еще давно оправил эти так сказать войска так производство 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 уже нам дага стала моей нет еще один ход у маяк надо тяжелая война конечно с ирокезом было очень тяжелое почему мне висит время предложение от кого гробу пьем удел предложение бак вот и значок но я понял на блин за дурацкой малаки не проплыть что пьем и и так и и и и и и и и Ну, конечно, я, блин, китаец, у меня этих генералов немерено. Так, ну, кафедрал не продается. Кафедральный собор не продается. Так, вот классно, когда война закончилась, а у нас такое спокойствие. Хотя мы проигрываем. Можно открыть демографию и увидеть. Так, а можно с эфиопом? О. Научные соглашения заключу с эфиопом. А может и с кельтом можно? Нет, у кельта денег нет. Так, а может быть, я не могу сказать. Так, ну, так, ну, так. ну я скельтом в любом случае в любом случае воевать не собираюсь так что защитный пакт я думаю будет на пользу нам обоим а смысл не от этого не жарко не холодно ну мне есть смысл так значит да ладно 1 кельт такой присоединимся коалиции против наконец-то анандага заработала слушайте как вовремя сейчас сопру у эфиопа школы отлично так давайте-ка в биологию тогда пойдем эфиопа бери своего кавалериста который стоит на слонах мешает что там био уже 1 по науке нет еще не ну я расставляю не ты по городам только для того чтобы они не мешались есть что города были защищены так то не это не традиция тут юниты в городах ничего не дают но я не хочу импер с русским воевать не хочу ему юниты передавать пускай они там тратят силы на войну так что у нас с караванами 2 в пекин 3 в пекин один в шанхае на 3 наземных в пекин достаточно я думаю так будем сейчас город умрет я буду грабить эти все клетки и денежку на этом зарабатывать небольшую но все таки надо бы рабочих мне 4 рабочих на 8 городов мало конечно сразу плюс 11 отличненько вот сковор ин резидентс мне будет очень в тему так что там смогу я спереть у эфиопатии теху наконец-то я смотрю русский берсерками тут давид кельта прям наказываешь ли мы вообще персерки вообще зарешали если бы не берсерки я тут не знаю что бы делал ну вот я тоже так думаю все так и думали собственно билов берсерков отдельное спасибо просто вот юниты мечты старался старался еще сказать так надо переключать на рост все города чем не все а вот мои три основных которые я хочу выращивать два один два один шанхай кстати тут шанхай надо сейчас они в паре с верблюдами вообще просто такого шороха не будет может даже куплю одну лодку даже две я куплю арта разбежится да арта я даже арту строить не буду теперь все только прикинь он услышал и у берсерка суши сириус ну я прошу тебя завидно но как-то ну блин будь мужиком не трогай берсерков я думаю ты их проапаешь там я не знаю кавалеристов этих на денег минус пятьдесят один вход а че их проапаю я щас я щас рабочего на автомат анандага да и и и и и и и и и это как-то я так давайте астрономию откроем и пойду в школы тогда но ну русского шнер на школы есть и у русского нету не все так уж плохо на сегодняшний день они там все по нижней ветке пошли давайте-ка рабочего тоже построим раз два три 4 5 6 ага все-таки один город взяли науки льда сейчас второй падает то я говорю русского можно собирать победа именно русского именно русского только потому что у меня много армии это он к этому я думаю ну потому что китай оставлены играть этим ходом картику артируйскую тормозить вы откройте откройте демографию посмотрите где в чем русский на графе да но фишка в том что играть создать не за производство в два раза больше моего песни сделаю сижу этому я я даже не участвовать а я с чем все сделаю у меня только а может просто больше ничего остальных противников сейчас его конечно я в их спор вмешиваться не буду пускай они вам потро столько же армии договариваются средняя армия 100000 у меня 165 а не только что лёша 60 лёша сам я думаю что еще сидит 60 до чем я их не буду ни апость ничего делать ты хотел их мне подарить передумал так у тебя денег нет я не я бы не стал до я оставил для дошли на всякие не знаю мне кажется вы должны были радоваться особенно ты бьют это вообще в шоколаде я рад тому что установили кельтину не рад тому что теперь это усиливаться начнешь как-то ну а как ты хотел так чтобы остановить кельтину это не усилился при этом ну да именно это он и хотел замечательно я считаю на самом деле я думаю что дайте лишь одно то что все достаточно быстро получилось вот это да я думал сейчас война и акварио лицину то что они там не считаешь нет что кельт там прошел во рту так а тут раз и русские вынес края на самом деле тоже сжег двух ученых кузаки решаю продавать заставил таки со мной я себе у кельт там брат на 4 взят уже а то мне кажется это главная ошибка потому что я успел и фабрики построить и во рту выйти вот это мне кажется твоя главная ошибка что ты не пошел в фабрике ну а что-то в арбалетах сидел я тоже не знаю на самом деле вполне можно если что далеко что я понимал война все равно будет поздно и и либо я но я на самом деле ждал я арбалетами не хотел типа что у меня очень мало промок был я понимал что я могу только на фабриках потом как раз вот как лёш сказал у меня такой же был план абсолютно легион и арта только так вот правда сначала я думаю когда еще давно вначале гряду и раке заболевать и и и кто это узкий шалит там арты достреляет по кардифу снимает снимает хп и там красный форт интересно открыл русский школы не открыл фиг поймешь вообще он строит уже фарфоровую пагоду то есть и он по той ветке верхний до куда не доходил правильно я размышляю а что я еще могу не но он по нижней точно шоу ну порох наверное смогу украсить ладно тогда тогда уж так уж и быть будем ученых копить красиво кардиф выглядит симпатично и чё возьмешь мне не хватило прикинь ну тогда за это я еще что-то продам проданы своего опера негде больше пекин теперь уже не производство еду отправляем так еда 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 так нити было не очень выгодно сомнений у меня что я пошел бы на россию он не очень удобно расположен как бы честно говоря я бы я вот планировал захватить ирокеза и развиваться собственно чем я сейчас и занимаюсь почет захват затянулся да я больше никогда не буду с ирокезом в таких условиях воевать это просто трындец зато真na истинная иракетская местная отши Ну, датчанин обогнал по фарфоровой пагоди русского. Так, давайте, наконец, гильдию артистов построим. О, да тут вообще какие-то у вас поля открытые. А ты говорил, там холма какие-то? Нет, а мы между... Ну, с русским-то тут вообще любо-дорого воевать? Да, но мне выгодно было его оставить, чтобы он с тобой воевал. А с чего ты думал, что он со мной воевал бы? Нет, потому что ты с ним воевал. А что думал, что я бы всем воевал? Боеспособный русский. А-а-а. Потому что ты бы выносил ирокез быстрее. Ну, ты его быстрее нам играть будешь. Понятно? То есть ты думал, что я буду выносить ирокеза быстрее, чем ты, русского? Нет, я думал, что ирокез очень быстро упадет и в последнее время попадешь на Россию. И Россия собиралась помогать. Блин, я не понял, как может ирокез очень быстро упасть, учитывая, какая у него там местность, во-первых, а во-вторых, какую... Ну, в смысле... Там... Я тогда не видел. Все-таки это ирокез. Ну, а тут что-то кушки. Ну, блин, чушки, не чушки, не знаю. Просто я, когда они начали войну, я смотрел у Лёши армия, было меньше 50 тысяч. То есть я не знаю, сколько у него было. 6 арбалетов? 4. 4? Да. Ну, тем более. Ну, я вышел в ней сразу, сколько было денег, настолько апнул. У меня было денег... Четыре... Пятьсот... Пятьсот золотых, по-моему. Нет, вру. Четыре — это двести восемь с удовольствием. У нас четыреста золотых у меня было. Там 320, что ли. Бронтенбургские ворота вывели у меня. Да ладно, там доеденбург не пойдешь. Конечно, пойдет. Тут такая армия. Такая армия. Блин. То, что я вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять арты. Ну, иностранный легион. Эфил, пакет ты себе что-нибудь отплатишь или нет? Эфил, хочешь, а титруру отдам? Я не понимаю. Такой город, что с твоей стороны он вообще на раз-два. Ну, нет. Просто тебе гораздо проще будет атаковать те города, которые слева, все, которые на воде там. Я думаю, все по... Во-первых, арта нужна. А во-вторых, главный второй город — это Дублин. Конечно. Тем более, мы очень счастливы. В Дублин там и Петра, и Запрет. А ты Дублин будешь? Чтобы народ принял. Конечно, будешь брать его. Эта серия завершена. Продолжение через день или два. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться моим видео, если оно вам понравилось. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Корректор А.Кулакова Продолжение следует...